Катализатор для истории мертвеца, моей новой любимой винтовки, стал доступен для получения по квесту от завалы. Отправляйтесь в мастер версию миссии предвестия и за ее прохождение получайте катализатор. Миссия не сложная, моды обещали наличие чемпионов, типа барьерных или неудержимых, но по факту их там нет, по крайней мере на этой неделе. И обычные мобы просто бьют сильнее, так что заходите командой, берите лучшее свое оружие и получайте катализатор после прохождения все у того же завалы. На миссии кстати появился новый тайник и 6 новых подсказок на триумф, о которых я писал в группе и еще вчера ночью делал видео. А за прохождение без смертей даже в команде вам дадут ту самую эмблему с логотипом тех механики. Катализатор же для своей активации потребует сделать с винтовки 800 убийств. Отправляйтесь к ведьме Калли или в расколотый трон и потратив каких-нибудь 15 минут каталик будет готов. Чтобы ускорить прогресс заполнения шкалы, сначала все же повторно залетите на миссию предвестник и заберите те самые 6 подсказок. За них суммарно дадут около 25%, если я не путаю к прогрессу. Что катализатор делает? Увеличивает темп стрельбы. По факту делая из 120 винтовки 150, а также улучшая точность стрельбы от бедра. Как именно? Хм, тебе понравится. Сначала немного терминологии. В игре работает система разброса, которая называется Блум. Когда вы безостановочно стреляете из какого-нибудь оружия, каждая последующая пуля полетит с небольшим отклонением от точки прицела, тем самым увеличивается разброс. Чем дальше расстояние до цели, тем больше этот разброс. Это визуально отображает прицелы в интерфейсе. Внутренний круг расширяется при стрельбе, показывая предполагаемое поле поражения. Ну так вот, катализатор сдерживает прицел. И разброс у винтовки просто отсутствует. Так вот, когда ты спамишь прицел, ну смотри, разброс, это пустяне видно. Я не знаю, тебе отображаются следы? Да, все в точку. Тупо все в точку вообще. Вот без катали, короче, рандомно залетают. Благодаря чему и без того конский магнетизм выстрелов, он же АИМ Ассист, работает еще лучше, на расстоянии более 60 метров. Что это было? Я просто стрелял мимо тебя. Дважды зарегал в голову. Серьезно? Стои. Сейчас я еще раз. Вот я вообще, чтобы ты понимал, во внешнем кружочке просто кусок твоего плеча. Сейчас я попробую вот так вот выше, и чтобы у тебя вообще не было как будто бы у него вот так вот. Да, если что, я тестил все на мышке. Так что, если кто-то скажет, что это только на консолях, нет, все, что вы видите сейчас, тесты на мышь из ПК. Так что, блин, это просто невероятные цифры. Так, тебе, наверное, интересно, как это оружие ведет себя в реальном бою. Что ж, все на том же ПК. Уже на геймпаде я залетел в матч. И вот далее, просто несколько моментов моего реального первого матча с винтовкой. Не как обычно, ютуберы делают 10 матчей, сыграют, и тот, где больше киллов, выкладывает заголовком «Мой первый матч, this gun is beast insane!» И вот прям, это реально первый матч. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зону. Зона Б потеряна. У них преимущество по зону. У вас преимущество по зону. Моим редфреймам нужен такой охотник, как ты. Батт артист. У нас на потерь. У них преимущество по зону. У вас преимущество по зону. Ребят, я обожаю техмеханику. Последнее слово, и вот теперь это винтовка. История мертвеца. Это реально моя любимая скаутка. Похоже, хоть в ПВЕ, хоть теперь и в ПВП, кажется. По крайней мере, для режимов 6 на 6.